Приветствую вас, я посмотрел, какие вы вопросы задавали перед этим, ну, чтобы получить немножечко больше информации о вас, я увидел, что вы 94-го года рождения, то есть вам сейчас, соответственно, скорее всего 22 или 23, ну, скорее всего 22, вот. То есть вы достаточно взрослый уже человек по современным меркам, вот, и для взрослого человека по современным меркам Вы задаете, простите, немножко странный вопрос. Как реагировать на то, что мой папа оскорбляет и унижает меня и маму? Почему он это делает? Такой немного дерзкий вопрос, почему он это делает? Понимаете, в чем дело? Начнем, пожалуй, с того, что у вашего папы с вашей мамой своя долгая-долгая история, отношение, которая длится, скорее всего, не один год. И что-то мне подсказывает, что и не два, и не три года. Как минимум, вот, все время вашей жизни, то есть 22 года. И за эти 22 года отношения между этими людьми приняли определенную форму, выработался определенный стереотип поведения, отношения друг к другу. И, конечно же, в наличии имеются проблемы. Проблемы как у вашего папы, так и у вашей мамы. Проблемы эти, в первую очередь, связаны с внутренним конфликтом и нереализованностью вашего, скорее всего, отца. Ну, то есть, если мы говорим, если мы говорим вот именно про то, да, что именно ваш папа унижает и оскорбляет вашу маму и вас, значит, именно отец для начала является, ну, как бы, неудовлетворенным здесь. Именно отец является тем человеком, который испытывает достаточно серьезные трудности в том, что с ним сейчас происходит. Но, скорее всего, скорее всего, ваш отец этого не осознает, то есть он не осознает, что у него здесь есть какие-то проблемы. Скорее всего, ваш папа просто-напросто ведом конфликтами своими внутренними, ведом своими неудовлетворенностями. И, по сути, это то, что определяет его поведение на данный момент. Нравится вам это или не нравится, ну, понятно, что, скорее всего, вам это не нравится, но, тем не менее, сделать с этим вы ничего не сможете, до тех пор, пока он сам, я имею в виду, ваш отец, не захочет решить свою проблему. До этих пор, до тех пор, пока он не захочет решить сам свою проблему, помочь ему вам будет нереально, практически нереально. Потому что, ну, понятно, взрослый человек, понятно, человек, как бы, состоявшийся, да, и такой человек довольно сложно, тяжело воспринимает какую-то помощь извне, если он в ней, соответственно, не нуждается. Вот. Почему он оскорбляет вашу маму? Потому что, по сути дела, он, значит, перекладывает ответственность в себя на вашу маму. Ну, вот, по сути дела, ваш отец занимается тем, что, значит, как бы, спихивает свою ответственность и свою, по сути дела, повинность в том, что произошло с ним, в том, что происходит с ним на вас, на вашу маму и на вас. То есть, это такой вот классический бег от ответственности человека. И надо сказать, что грешат этим довольно многие мужчины, к сожалению. Ну, то, что этим грешат женщины, это еще, ладно, это все-таки женщины, как это можно еще простить, их можно понять. Но, вот, то, что этим грешат мужчины, это совершенно очевидно. Что очень часто бывает так, что женщины этим, вот, как мужчины, этим грешат. Бег от ответственности, не желание принять на себя вину, потому что тогда, если человек принимает на себя вину, то он понимает, что только он виноват. И ему не только тяжело это самому для себя осознавать, но еще и, к тому же, это, как бы, подразумевает то, что человеку нужно что-то менять. А менять, как вы, я надеюсь, понимаете, не очень, не очень хочется. Потому что это тяжело, потому что это от обратно и по энергиям, да, и по усилиям, как физическим, так и психологическим. Вот. Значит, мама – самый близкий человек, и ее легче всего обвинуть в своих удачах, а через маму и вас, потому что вы являетесь продолжением, как бы, своей мамы. И я не думаю, если честно, что вам это знание, оно как-то поможет, значит, я не думаю, что вам это знание поможет решить эту проблему, потому что до тех пор, пока мама и отец не поймут, что их поведение является проблемным, что им требуется помощь психолога, им требуется помощь профессионала, до тех пор, пока они этого не поймут, любые знания вам будут бесполезны. И это нужно гораздо все понимать, на самом деле, вам. И теперь немножечко возвращаемся к тому, о чем я говорил перед этим. И я говорил о том, что вы, знаете, странный вопрос, немного дерзкий. Вам 22 года, любовь, и вам уже давно поразит этот день. Оставьте родителей жить со своими проблемами. Оставьте родителей не всти ответственность за свою жизнь самостоятельно. Оставьте родителей с их проблемами, а сами стройте свою жизнь. И решайте свои проблемы. На отца обращать внимание не стоит. Это несчастный, по сути дела жалкий человек, который оказался рабом обстоятельств, что с ним произошло. Винить его за это можно, но ничего не дам. На против, лучше человека попробовать понять и не простить, может быть, но, по крайней мере, понять. Чтобы не генерировать в себе негатив на него. Чтобы постараться жить дальше своими силами, своей жизнью. Вот это и будет вам, любовь, моя основная рекомендация. Живите своей жизнью. Не оглядывайтесь на ваших родителей. Вы будете достаточно взрослые для того, чтобы самостоятельно себя обеспечивать. Тем более, что вы работаете. Починайте смотреть на ситуацию все же именно в этом направлении. Потому что родителей своих вы не переделаете. Они так, в общем-то, жить, может быть, даже привыкли. А вот вам, вам это может испортить довольно много вашей жизни. В частности, вот я читал ваш вопрос, что у вас там проблемы с парнем и так далее. Все это так иначе идет из детско-родительских отношений. Так что становитесь, пытайтесь становиться самостоятельной любовью. Пытайтесь становиться независимой. Пытайтесь самостоятельно строить свою жизнь. Ни от кого при этом не ожидая поддержки. И не обращая внимания на стороны других людей. И помните, если этот человек оскорбляет, значит, это у него проблемы. У него, но не у вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. 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 Продолжение следует...